МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новостной выпуск информационного агентства Курган-Ро в студии Елена Болкова. Три ребенка погибли в пожаре в селе Мостовское Шатровского района. На месте трагедии побывала наша съемочная группа. Страшная трагедия произошла накануне в селе Мостовское Шатровского района Курганской области. До сих пор местные жители находятся в состоянии шока. Напомним, днем 18 октября в частном доме в огне погибли три маленьких ребенка. Двум близнецам было по четыре года. Младшему не было и двух лет. По данным следственных органов, матери на момент возгорания не было дома. Она затопила печку и ушла к соседям. Сильный дым и все увеличивающийся огонь заметили соседи. Они и вызвали пожарную службу. Мы сидели и ужинали дома. Слышит хозяйка шум. Я там не слышал. Она слышит шум. Какой шум? Мы сначала подумали, что в соседях кто-то приехал. Она работает, может идти. Я говорю, что-то не то. Пошла в окошку поглядела. А она тут дым. Она мне говорит, ну-ка иди смотри. Я взглянул, а уже дым и огонь. И все, я. Давай на телефон сразу позвонили. Горело уже. Я вышел из дома. Раз тот парень прибежал мне. Говорит, горишь это. Я вышел. Сильный дым туда идет. Вот там примерно вот туда вот на тот куст, на большой так ветер вышел из коса. А все, сюда выхожу, а эти окна уже стекла лопнули. И пламя сюда и такое. На тушение пожара бросились все соседи. В том числе и бывший гражданский супруг и его родители. Тела двух детей вытащили местные жители. Третьего нашли уже после тушения пожара специалисты служб. 16.00 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Улица Намерина, 45. Дом жилой, 8 на 8, деревянный. Крыша швырной под деревянной брешетки. Происло возгорание внутри дома. Тушение производилось в течение 26 минут. В последствии 15 минут. В ходе тушения были обнаружены тела трех детей. Дети находились на момент пожара, то есть вытащил их сосед. Третьего ребенка обнаружили мужа после в ходе тушения пожара. Как рассказали местные жители, девушка приехала жить в село совсем недавно. Ее привез из Тюменской области и поселил по соседству со своей матерью гражданский муж. Новоиспеченная Чита недолго прожила вместе. В скором времени соседи стали обращать внимание, что мужчина все чаще бывает у своих родственников. А после вовсе туда перебрался жить. Таким образом, приезжая молодая мать осталась с детьми в доме одна. В день трагедии она оставила малышей в доме, а сама отправилась в гости к свекрови. В то время, как очевидцы бросились тушить огонь, мать бежала прочь от пожара. Выскучил сюда хозяйки дома. Сам муж бежит, пошла туда-то и к дому. Я кричу пожар. А что она? Я не знаю. Она мне что-то скричала. Я так и не понял, что она скричала. Что заставило молодую мать оставить детей дома, а потом с ужасом убегать прочь, когда дети погибали в огне, выяснить следствие. Когда мы приехали в село Мостовское, на месте происшествия работала следственная группа. Проводила вторичный осмотр. Сама мать детей в селе отсутствовала. Лишь неизвестный мужчина приехал оставить цветы и шоколад. В настоящее время причины трагедии устанавливаются. Ведется следствие. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Курганской области напоминает, что нам, взрослым, нужно быть еще более внимательными к безопасности детей. С наступлением отопительного сезона возрастает риск гибели их в огне. Не оставляйте ребенка без присмотра. Объясните ему правила безопасности при обращении с электрическими приборами и огнем. Помните, у детей практически нет шансов самостоятельно спастись при пожаре. Даже несколько секунд в случае опасности могут стоить ребенку жизни, если вас нет рядом. Андрей Бахарев, Ульяна Чапала, Алия Урванцев, информационное агентство Курганру. Жатва 2016. Сколько на полях Зауралья остается неубранного урожая? Каков процент выполненных работы? Какое качество запасенных семян? Ответы на эти вопросы в нашем следующем материале. На Зауральских полях неубранным остается урожай на площади 17 тысяч гектаров. Это зерно и зернобобовые культуры. Масленичных чуть менее 40 тысяч гектаров. Официальные данные озвучил директор регионального департамента АПК Сергей Пугин. Общий процент уборки у нас 98,4%. Погода сейчас более благоприятствует к завершению уборки. Поэтому настраиваем всех на максимально скорое завершение уборочных работ. Кроме ЖАД в 2016 руководству региона предстоит работы по проверке семенного фонда области. Пока сделано 40% этой работы. Мы засыпали больше от потребностей, но тем не менее кондиционный семян, хоть она в прошлом году и она значительно была выше в результате проводимой работы органов местного самоуправления с хозяйствами. В текущем году предстоящей посевной задача стоит довести кондиционный семян до 85%. Это серьезная задача. Но исходя из показателей, которые превышают прошлогодний в два раза, Курганская область может рассчитывать, что все будет выполнено. Андрей Бахарев, Алексей Старцев, Александр Менщиков, Лидия Кайгоруцева, информационное агентство Курганру. Чуть более месяца остается у людей, чтобы сделать прививку от гриппа. Некоторые легкомысленно от нее отказываются. Мало того, призывают к этому своих родных и знакомых. Безопасно? Мы сегодня расскажем вам самые распространенные мифы о гриппе, которые не имеют под собой никаких оснований. Материал Алексея Старцева. Грипп не страшнее насморка? Грипп – очень коварное заболевание. Вот если мы понимаем, что у нас возникает отек слизистой носа, и если у нас першит в горле, мы должны понимать, что все внутренние органы точно так же реагируют на вот эту реакцию. Он распространяется по всему организму. Почему появляются головные боли? Потому что возникает отек и оболочек мозга. Грипп не ОРВИ. Его симптомы проявляются внезапно. Иногда остро. Это лихорадка, озноб, головные и мышечные боли, кашель и боль в горле, чихание, насморк, заложенность носа, сильное недомогание, потеря аппетита и чувство тошноты. Иногда диарея. Способна ли вакцина от гриппа заразить этим же самым вирусом? Вакцина противогриппозная. Это инактивированный штамп, который вызывает течение заболевания в минимально легкой форме, а иногда даже без клинических симптомов. Но при этом возникает иммунный ответ, который стоит на страже организма в период эпидемии. Грипп лечится антибиотиком, правда или нет? И снова миф. Грипп – это вирус. И лечат его антивирусными препаратами. Антибиотики могут убить только бактерии. Неправда и то, что единократная вакцина от гриппа способна выработать иммунитет на всю жизнь. Грипп постоянно мутирует. Вакцинироваться нужно ежегодно. Беременным нельзя ставить вакцину от гриппа, потому что она плохо влияет на малыша. Они подлежат вакцинации, потому что мы понимаем, что вирус, как я уже говорила, он воздействует на все слизистые оболочки, он поражает оболочку плаценты, он поражает кровеносные сосуды ребенка и страдает плод, и страдают оболочки мозга плода. Подскажите, пожалуйста, защищает ли ежегодная вакцинация от свиного гриппа? Грипп Калифорния, он же свиной, учитывается учеными ежегодно после эпидемии 2009 года. Его штамп всегда добавляется в новые вакцины. Следующий миф, что детей прививать ни в коем случае нельзя. Те вакцины, которыми мы работаем последние 3-5 лет, вот осложнений поствакцинальных у нас не зарегистрировано. От вакцины против гриппа. Но то, что те, кто привелись против гриппа в эпидсезон, не болели средними тяжелыми формами гриппа, это действительно факт. Если я осенью переболею, то мне прививку от гриппа больше не надо ставить. Вы осенью не могли переболеть гриппом. Осенью население болеет. У нас вот сейчас идет определенный подъем заболеваемости. Это идут острые респираторные заболевания. Они не имеют никакого отношения. Наоборот, они снижают уровень иммунитета. Если я до октября не поставлю прививку, то все, поздно будет. И вновь неправда. Оптимальный срок для прививки до конца ноября. Это лучшее время для формирования иммунитета. А что же витамин С? Способен ли он бороться с вирусом гриппа? Нет. Но витамин С важен в биохимических процессах организма. Принимать лучше поливитамины. И начать это с осени. Напоминаем, пик заболеваемости гриппом прогнозируется на январь-февраль. Чтобы организм успел сформировать иммунитет, на вакцинацию осталось чуть больше месяца. И помните, перенеся каждый раз грипп на ногах, вы сокращаете свою жизнь на один год. Именно столько, по словам ученых, на борьбу с болезнью наш организм затрачивает энергии. Алексей Старцев, Илья Урванцев, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру. И в продолжении темы. Грипп вызывает отек всех слезистых организм нашего организма. И для кого же это чревато трагическими последствиями, узнаете из следующего материала. Сгорел. Так в народе говорят о больных, не перенесших грипп на ногах. Прошлой зимой люди настолько не боялись вируса, что даже не спешили за помощью к врачам. Лечились подручными средствами. Использовали средства народной медицины и широко рекламируемые препараты. Итог. Три случая смерти от гриппа. Еще 18 случаев летального исхода от осложнений, вызванных этим вирусом. Вакцинация в этом эпидсезоне идет полным ходом. Посмотрите, есть государственная система, есть частная. Прививки от гриппа проводятся и в частных наших клиниках, и в ведомственных, в железнодорожных поликлиниках. Значит, что касается медицинских организаций, та услуга, которая будет оказываться в виде платной услуги, она будет рассчитана по самой минимальной цене. Стоимость вакцинации составляет 200-300 рублей. Пациент может сэкономить, самостоятельно купив вакцину в аптеке. Врачи обязаны будут ее поставить. Бесплатно вакцинацию проходят лица, включенные в группу риска. Дети, школьники, студенты, пожилые люди, работники социальной сферы и беременные. Последние к этому должны относиться более ответственно. Ведь они отвечают не только за свою жизнь, но и за здоровье будущего дитя. К сожалению, один из случаев гибели в 2016 году, мы имели случай, когда у нас погибла беременная женщина, и нам не удалось спасти ни ее, ни мать. Мы должны понимать, что период беременности – это определенный иммунодефицит. И организм матери, он работает на свой организм и на защиту организма плода. Здесь неуместно высказывание, а как же с гриппом справлялись раньше. Тогда вирус не был таким изощренным. Сейчас он может вызвать у беременных замершую беременность. А если это беременность на первых сроках, то возникают выкидыши, бывают замершие беременности. То есть, ну, наверное, повторюсь, вирусы очень губительно влияют на состояние плода. Очень губительно. За уральская статистика подтверждает и другой факт. У женщин, перенесших в той или иной форме вирусное заболевание, очень часто возникают преждевременные роды. Остальным расслабляться тоже не стоит. Даже если грипп не сожжет ваш организм, он может запустить дальнейшее развитие хронических заболеваний. А с ними бороться сложнее и дороже, чем купить за пару сотен рублей вакцину. Андрей Бахарев, Алексей Старцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курганру». Ежедневно на железнодорожных путях России погибает три человека. Среди них есть и дети. Снижению травматизма среди подрастающего поколения была посвящена необычная акция на железнодорожном вокзале «Кургана». Транспортные ворота «Кургана» – железнодорожный вокзал. На днях его атаковали школьники из ближайших школ. Обошли вдоль и поперек. Кассы, залы ожидания, перрон осмотрели даже обмундирование дежурящих здесь полицейских. Ничто не возбранялось, даже поощрялось. Руководство ЖД вокзала, транспортная прокуратура региона и уполномоченные при губернаторе по правам ребенка Алена Лопатина провели своеобразную профилактическую акцию. Не каждый ребенок с мамой и папой пройдет по объектам железнодорожного транспорта. И не каждый родитель готов грамотно и четко рассказать, почему здесь опасно ходить, почему здесь безопасно ходить, почему нельзя спрыгивать с перона на железную дорогу, почему нельзя переходить в неустановленных местах, чем опасно наушники держать включенными, когда переходишь железнодорожные пути. Железная дорога живет по своим законам. Дети только тогда будут выполнять эти правила, когда им досконально объяснят, почему это так важно, уверена Алена Лопатина. Детям показали, как устроен вокзал, почему и какие требования существуют на его территории, в том числе на ЖД-путях. Работа была выстроена таким образом, чтобы они все могли легко запомнить, а после объяснить взрослым. Экскурсия, беседа, рассказ, фильм с подробностями правил безопасности, а в заключении – игра, чтобы проверить усвоенные знания. Акция была нацелена на снижение травматизма среди подрастающего поколения, в том числе с летальным исходом. Такие факты, к сожалению, есть. В 2016 году на железной дороге было травмировано два несовершеннолетних в Курганской области. В обоих случаях дети остались живы, но статистика говорит о том, что травматизму несовершеннолетние подвержены сильно. Каждый год не обходится без травмирования несовершеннолетних, в том числе со смертельным исходом. К счастью, в этом году летальных исходов не было. По мнению транспортной прокуратуры, это заслуга не только РЖД, но и контролирующих органов. Они заставляют компанию принимать меры по оборудованию переходов через железнодорожные пути. Так, например, это было сделано в текущем году во втором микрорайоне Заозерного. Участок будет оборудован световой и звуковой сигнализациями, зигзагообразным подходом, который предотвратит травмирование на путях. Обустройство подразумевает и безбарьерную среду для инвалидов. Площадки перонов также облагорожены. Работы обошлись РЖД в 12 миллионов рублей. Сдача объекта в ноябре. Местные жители радуются, чего не сказать о живущих в первом микрорайоне. Еще летом они жаловались на полное отсутствие перехода через пути. Обещали сделать, а ВОЗ ныне там. Транспортный прокурор пообещал. Вопрос рассмотрят на ближайшей коллегии. Светлана Епифанова, Алексей Старцев, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Полицейские без погон. Главное оружие, которых чуткий нос и жесткая хватка. Это кинологическая служба ОВД. С недавнего времени они гордость нашего региона. Почему, узнаете прямо сейчас. Знакомьтесь, Найт Райдер. Два года. По собачьим меркам уже взрослый. В переводе на человеческий возраст 24 года. Немецкая овчарка. Темпераментный, сильный и злой. Служит во внутренних органах. Слушается исключительно свою наставницу. Она для него ближе, чем друг. Меня еще в детстве спрашивали, кем ты девочка хочешь стать? А я им говорила, следопытом. И вот теперь моя работа, она практически связана с этим следопытством. За спиной 14 лет службы. И не только в этом подразделении начинала я с батальона патрульно-постовой службы. Но везде я работала с собакой. Когда человек с желанием идет на работу, для него это не работа считается. Я здесь отдыхаю. Я здесь отдыхаю душой. Отдыхаю эмоционально. Мне очень нравится работать с собаками. Наталья начала службу со спаниельки. Маленькая, удобная, не мешается. Везде пролезет. Это незаменимо при поиске наркотиков. Но задержание проводить не может. Со временем Наталья решила освоить новую дисциплину. Поиск взрывчатых веществ. Пришлось подбирать другого питомца. Им оказался наш герой. Уже победоносный. Благодаря его носу за Урале заняло второе место на недавно прошедших в Москве юбилейных 20-х всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов МВД России. Участие в состязании приняли команды из 86 регионов. Всего 258 сотрудников со своими собаками. Каждая команда выступала в четырех дисциплинах. Кросс на один километр, плюс поиск наркотических и взрывчатых веществ на местности, в помещении, багаже и отдельно стоящем предмете. В результате зауральские кинологи заняли второе итоговое место. А Найт Райдер с Натальей Овчинниковой признаны в последней дисциплине лучшими на всю страну. С каждым годом, я скажу, требования повышаются, задачи усложняются. То есть, ну, это была цель заявлена руководством кинологической службы МВД России, что с каждым годом будут усложнять, чтобы повышать уровень подготовки служебных собак-специалистов-кинологов. На сегодняшний день кинологическая служба важна в том плане, что какие бы на данный момент, пока приборы не создавались учеными, по определению запахов, по их поиску, все-таки в реальных условиях они трудноприменимы. Это касается работы в аэропортах, ЖД и автовокзалах, местах массового скопления людей. В связи с угрозой терактов развитию кинологических служб уделяется пристальное внимание. Оно подкрепляется хорошим финансированием. На него ведутся закупка служебного автотранспорта, собак. В регионах строятся новые центры кинологической службы. Всего на сегодняшний день в Курганской области 107 служебных собак. Немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры. Они ведут охрану и обеспечение общественного порядка. Разыскную работу, обнаружение взрывчатых веществ и многое другое. Благодаря им в этом году уже раскрыто около 400 преступлений. Наука пока не нашла четвероногим полицейским достойной замены. Поэтому собачий нос был и остается востребованным. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Ежегодно 19 октября в системе Следственного комитета России отмечается День криминалистики. В преддверии своего профессионального праздника курганские криминалисты провели День открытых дверей и наглядно продемонстрировали специфику своей работы. История создания службы криминалистики уходит своими корнями в 1954 год. Именно тогда, 19 октября, и была утверждена инструкция о работе прокурора-криминалиста. Среди тех, кто стоял у истоков зауральской криминалистики, полковник юстиции Вячеслав Волков. Работа прокурора-криминалиста в свое время, а сейчас следователи-криминалисты заключаются в том, что не только обеспечение криминалистическое сопровождение следствия, но и обучение. Мы обучаем и следователей, которые работают. Пришли, как говорится, в институте, за них заложили определенные знания. Но их развитие происходит здесь, у нас проводятся семинарские занятия, учеба. Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом криминалисты осваивают все новые приборы, позволяющие раскрыть самые сложные и запутанные преступления в кратчайший срок. На встречу с сотрудниками службы были приглашены воспитанники Центра военно-патриотического воспитания имени Дубынина и ученики 11-го класса 75-й школы. Это вот вся профессия, следователь, криминалист, оперативник. Это вот все, ну, интересно. Честно, все новое для меня. С этим не сталкивался ни разу, роня. То есть это первый раз. Интересно, так сказать, вот эти вот все оборудования, эти рассказы, проведения. Мероприятия вот такие. Следователи рассказали ребятам, как обнаружить невидимые следы на предмете, в том числе застаревшие следы пальцев рук. Или заставить заговорить сотовый телефон подозреваемого, даже если вся информация удалена. Ребята видят, чем занимаемся мы, как преступление раскрывается, что нужно для этого делать и как нужно работать. Может, кто-то заинтересуется или сам захочет попробовать и добиться определенных успехов. Одной из составляющих является профессиональная ориентация. А так как опекунами, будем говорить, Кадетской лиги являются почти все силовые структуры, то, естественно, они тоже профориентируют ребят. Гостям также были продемонстрированы унифицированные криминалистические чемоданы для работы на месте происшествия. Источники экспертного света, аварийные осветительные установки и многое другое. И, как пояснили в конце встречи сами следователи-криминалисты, их служба хоть и трудна, но очень интересна. Елена Шевкунова, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Мы продолжаем рассказывать о детях, нуждающихся в родительской заботе и ласке. В эфире рубрика «Мама, я ищу тебя». Знакомьтесь, этого улыбчивого мальчишку зовут Сашей. Так получилось, что расти малыш вынужден в стенах детского дома. У него нет семьи. Его и еще нескольких одногруппников сейчас воспитывают лишь в педагоге, стараясь подарить им любовь и тепло. Однако они никогда не смогут заменить им родителей. Саша должен иметь маму и папу. Саша у нас мальчишка очень активный. Ему в декабре уже будет три года. Он, в принципе, у нас уже давно, почти полгода ребенок живет, и уже показал себя активно. Он не любит сидеть на месте и что-то сделать, быстрее переключается на другое. Но что отвечает от воспитателя, отмечает, он хороший помощник. То есть, если что-то попросишь, он действительно сделает, это добросовестно выполнит. Ласковый и общительный ребенок всегда найдет себе занятия по душе. Сейчас, например, полюбил играть в машинки. Может проводить с ними все свободное время, будет катать, разбирать и чинить. Обращает внимание и на развивающие игрушки. В целом, как и любой мальчишка в его возрасте, проявляет интерес ко всему. Мы тут ездили недавно в бассейн. Какое он удовольствие получил от этой воды. Сначала вроде как встал, что это такое, непонятно. А потом просто вытащить не могли. А на лошадях вот мы ездили. Он испугался как-то немножко кататься. Вот он такой вот товарищ у нас интересный. Ему, естественно, нужен такой особенный подход, чтобы его заинтересовать, вовлечь. Но я думаю, что то, что не хватает ему, вот это вот именно мамы, вот это любви, тепла. Я думаю, если это все будет у него, то ребенок-то раскроется вообще замечательно. Разговаривать хорошо Саша пока не научился, но с каждым разом делает успехи. Развивается и растет смышленным и активным ребенком. Чтобы малыш был счастлив, он должен расти в семье. Ему нужны родители. Узнать больше информации о Сашеньке можно, позвонив по телефону в Кургане 25 53 34. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. На этом наш выпуск завершен. Впереди вас ждут блок рекламы и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. День воинской славы России 20 октября 1827 года. В этот день русский флот с союзниками разгромил турецкий флот в Наваринском морском сражении у берегов Греции. Русские не потеряли ни одного корабля. Потери турецкого флота составили 60 кораблей. Один только флагман русской эскадры Азов уничтожил 5 турецких кораблей. С почтением к возрасту. В магазинах Вестфалика и фабрика обуви Пешеход займы для пенсионеров до 10 тысяч рублей. Подробности у продавцов-консультантов. Мучают боли в шее, спине, суставах. Хватит терпеть боль. Запишись на консультацию в Центр комплементарной медицины. Телефон 64 0404. Встречайте новый Телесемь. Читайте в новом номере журнала Телесемь. Внук Аллы Пугачевой показал свой дом и свою девушку. Как нас обманывают на распродажах. Календарь настоящих скидок на товары. Рецепты вкуснейших соусов на зиму. Новый номер Телесемь. Продажи со среды 19 октября. Покупайте Телесемь в супермаркетах Метрополис, Магнит и в сети магазинов Лето. Модуль 3 на 3. 100 рублей. Ваше громкое послание во вселенную информации. Спрашивайте на точках приема рекламы. Интернет-магазин Столплит представляет мебель по традиционно низким ценам. Спальня Карина за 13 990 рублей. Столплит. Доступная мебель. 23 ноября. Филармония. Невероятное концертное шоу, которое никого не оставит равнодушным. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Интернет-магазин Е-96. Зимние шины от 1990 рублей. Е-96. Заказывай и забирай. Авторизованный сервисный центр Горгазсервис. Осуществляет гарантийный ремонт газовых котлов на Вьен Электролюкс Мастергаз Луч. Горгазсервис. Когда работают профессионалы. Недетская арифметика молодой семьи. Одноразовые подгузники. 990 рублей в месяц. 12 месяцев на 3 года. Многоразовые подгузники «Конопуша». Сократить эти траты в 10 раз. «Конопуша». Экономично. Экологично. Спрашивайте в сетях аптек «Курганформация» и «Главаптека». Быстро нарезать овощи кубиками и натереть фрукты тонкой соломкой или кольцами вам поможет универсальная овощерезка «Найсер Дайсер Плюс». Этот уникальный прибор идеально подходит для фруктов, овощей, грибов и мяса. В комплекте 6 оригинальных лезвий для шинковки, 2 вида терок, контейнер для сбора. Всего за 1499 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. «Найсер Дайсер Плюс» – ваш кухонный помощник. Что самое приятное при продаже квартиры? Момент, когда вы получаете деньги. А при покупке? Когда вы получаете ключи и открываете дверь уже своего нового жилища. Получайте удовольствие от покупки, продажи и обмена недвижимости. А всю работу доверьте профессионалам. БК «Недвижимость» – единственная риэлторская компания в Кургане, услуги которой сертифицированы. БК «Недвижимость». Красина 61. Телефон 411-511. Осенний цинопад начался. Уникальное предложение от компании «Курган Сельстрой». До конца осени квартиры в готовых жилых комплексах «Эверест» самоцветы от 33 тысяч за квадрат. Звоните 55 00 29. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. В честь своего 25-летия компания «Курган Сельстрой» объявляет акцию «Осенний цинопад». Только до конца осени успевайте приобрести готовые квартиры в жилых комплексах «Эверест» и «Самоцветы» от 33 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности по телефону 55 00 29 или на сайте kurganselstroy.ru. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу характер метеоусловий в Заурале будет определяться тылом циклона. Это значит, что похолодание продолжится, а вероятность небольших очаговых снегопадов сохранится. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени от 0 до минус 2. Кратковременный снег. В Кургане облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха минус 4, минус 6. Днем в Кургане облачно с неустойчивыми прояснениями. Кратковременный снег. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха 0, минус 2. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 770 миллиметров артутного столба. 21 октября солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова